В сводках ГИБДД пьяные таксисты фигурируют все чаще. Из последних и самых страшных. Недавняя трагедия в городке Металургов, когда нетрезвый водитель иномарки с шашечками вылетел на трамвайную линию. В результате пассажир такси погиб. Возможно, избежать трагедии помог бы предрейсовый медосмотр. Его сейчас по закону перед каждым выездом должен пройти водитель такси. Так же, как и техосмотр авто. Но делают ли это водители машин с шашечками? Скорее нет, говорят участники Всероссийской конференции профсоюзов такси. Предусмотрена ответственность, юридическая ответственность, именно самого водителя, как индивидуального предпринимателя по прохождению медицинского и технического осмотра. Фактически диспетчерские службы ушли в тень и юридически никак и ничем не отвечают за водителя, которого они выпускают на линию. Поэтому как раз вот эта халатность со стороны диспетчерских служб приводит к тому, что на линии работают все, кто только захочет. Профсоюзы решили выйти с предложением в Госдуму. Внести изменения в законе о такси. Своё предложение ранее озвучил и министр внутренних дел республики. Александр Первухин считает, пьяного таксиста надо лишать лицензии. У профсоюзов встречное предложение – чаще проводить профрейды. В регионах, где эта практика отработана уже давно, есть результаты. На примере Москвы, что это, например, каждый пятницу ночь, суббота ночь, выезжают экипажи и начинают продувать. Всех, кто едет мимо. И фактически каждый знает, что все за руль. За счёт того, что это была остановка, в Сатуре ГВДПС увеличено количество именно рейдов по выявлению пьяных водителей. В республике подобные рейды в практику вошли недавно. Результаты пугают. Каждый раз инспекторы задерживают десятки нетрезвых водителей. Проводить их будут регулярно. В очередной отправятся в эту пятницу. Анна Ковризина, Александр Широбоков. Телеканал «Моя Удмуртия».